Лариса Дмитриевна Но и со своей точки зрения жених не глуп. Что он такое? Кто его знал? Кто на него обращал внимание? А теперь он влезает в лучшее общество. Позволяет себе приглашать на обед меня, например. Но вот что глупо. Он не подумал, как и чем ему жить с такой женой. Хорошо, если она догадается поскорей бросить мужа и вернуться к вам. Опять беда, мой кипарменович. Чем нам с дочерью жить-то? Ну, это беда поправимая. Теплое участие сильного богатого человека... Хорошо, как и сыщется такое участие. Ну, надо постараться приобресть. Уж как необходимо. Парышня! Парышня, жених приехал! Ну, я увлекся в сторону, а пришел не для этих разговоров. Вы должны сделать для Ларисы Дмитриевны хороший гардероб. То есть, мало сказать, хороший, очень хороший. Подвенечное платье, ну и все там, что следует. Обидно будет видеть, если ее оденут кое-как. Так вы закажите все это в лучшем магазине. Да не копейничайте. А счеты пришлите ко мне. Вот зачем, собственно, я к вам заходил. Мой кипармен, чуши слов не подберешь. Не стоит благодарности. За обедом увидимся. Сделайте милость. Поедемте поскорей к вам в деревню. Куда вы так торопитесь? Зачем? Мне хочется бежать отсюда. Кто ж вас гонит? Или вы что, стыдитесь за меня, что ли? Пока еще вы мне повода не дали. Так зачем же прятаться от людей? Ой, я так рад, так счастлив. Дайте мне возможность почувствовать всю приятность моего положения. А когда же мы уедем из города? После свадьбы, хоть на другой день. Но венчаться непременно здесь. Чтобы не сказали, что мы прячемся, потому что я вам не пара, а только та соломинка, за которую хватается утопающий. Да ведь это правда, Юлий Капитаныч. Так правду эту вы и знаете про себя. Ну что, застыла корова? Пожалеете меня хоть сколько-нибудь. Пусть хоть посторонние-то думают, что вы меня любите. Зачем это? А вы не допускаете в человеке самолюбие? Все себя любят. Когда же меня-то кто-нибудь любить будет? Доведете вы меня до погибели? Полный, Лариса. Что ты? Мама, что ты? Боюсь я чего-то. Если уж свадьба будет здесь, так пожалуйста, чтобы поменьше народу. Чтобы как можно тише, скромнее. Нет, это ты не фантазируй. Ты у меня заблестишь так, что здесь и не видывали. Да, и я ничего не пожалею. Я для вас кукла. Поиграете вы мной, изломаете и бросите. Вот и обед сегодняшний обойдется недешево. А обед этот ваш уж совсем никому не нужен. Мне нужен. Да зачем, Юлий Капитаныч? Три года я сносил насмешки от ваших знакомых. Надо же мне, в свою очередь, посмеяться над ними. Ссору, что ли, затеять хотите? Так мы с Ларисой и не поедем. Пожалуйста, не обижайте никого. Не волнуйтесь, никакой ссоры не будет. Я просто предложу за вас тост. И поблагодарю вас публично за счастье, которое вы мне делаете своим выбором. За то, что вы оценили меня. И поверили в искренность моих чувств. Вот и вся моя месть. Ну, это уж совсем ни к чему. Нет уж, нет. Эти фаты одолели меня своим фанфаронством. Посмотрите только, что делается в городе. Какая радость на лицах. Извозчики все с ума посходили. Все рады. Скачут по улице, кричат. Барин, приехал. Барин, видите ли, приехал. Половые в трактирах тоже сияют, выбегают на улицу. Барин, приехал. Цыгане все вдруг повеселели. Машут руками, галдят. Барин, приехал. Барин, приехал. А барин-то я слышал, промотался совсем. Последний пароходчика продал. Кто приехал? Промотавшийся кутила. Развратный человек. И весь город рад. Ай, нравы. Да кто приехал-то? Ваш Сергей Сергеевич Паратов. Поедемте в деревню. Сейчас поедемте. Помилуйте, чего вы боитесь? Я не за себя боюсь. А за кого? За вас. За меня не надо бояться. Я в обиду не дамся. Мне пора домой. У нас сегодня обед. Я пришлю за вами экипаж. Покорнейше благодарим за покупку. Честный человек попался. Берите, говорит, на круг по 6 гривен за бутылку. А этикетки наклеим кофе и прикажут. Ну, уж и вино отпустил по чести. И гвозди кей-то пахнут. И розы нам пахнут. И при чем-то пахнут. Бо! Садись в коляску. Ой, вы мои хорошие. К дому Акудаловых. И гвоздь. Давай. Субтитры подогнал «Симон» 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 Не узнаете? Субтитры подогнал «Симон» 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 У меня дело священное. К тому же, я давно знаю вас, Лариса Дмитриевна. И полагаю, ваш будущий супруг обладает многими достоинствами. Нет, только одним. Немного. Зато дорогим. Каким же? Он любит меня. Куда вы? Разрешите, Харита. Позвольте представить, Юлия Капитоновича Карандышев. Жених Ларисы. Так мы же знакомы. Я, как известно, старинный друг Хариты Игнатьевны Ларисы Дмитриевны. Добрый день. Очень приятно. Вы не ревнивы? Я надеюсь, что Лариса Дмитриевна не подаст мне никакого повода быть ревнивым. Ну так ревнивцы-то ревнуют без всякого повода. Я ручаю, что Юлия Капитоновича ревновать меня не станет. Да, я думаю. Хотя, если бы... О, да, да, да. Полагаю, это было бы что-нибудь ужасное. О, господа, да ну что вы права затеяли? Других разговоров нет, что ли? Сергей Сергеевич, а мы с Юлией Капитоновичем скоро едем в деревню. Вот как, от прекрасных здешних мест. Не понимаю, что вы здесь нашли прекрасного. Ну, на вкус да на цвет, образца-то нет. Кому город нравится, кому деревня. У всякого свой вкус. Один любит арбуз, а другой свиной хрящик. Проказник! Откуда вы столько пословиц знаете? Ну как же, тетенька, я ведь с бурлаками водился, так русскому языку и выучился. У бурлаков учиться русскому языку. А почему у них не учиться? Потому что мы их считаем... Ну, кто это мы? Мы? Образованные люди, а не бурлаки. Ну-с. И чем же вы считаете бурлаков? Я судохозяин и вступлюсь за них. Я, если вдуматься, сам такой же бурлак. Мы их считаем образцом грубости и невежества. Далее, господин Карандышев. Все. Более ничего. Да нет, не все. Главного не достает. Вам нужно извинения просить. Мне? Мне извиняться перед вами? Да что вы, господа. Да вы не беспокойтесь. Я за это на дуэль не вызову. Цел останется жених ваш. Я только поучу его немного. У меня такое правило. Никогда никого не прощать. Юлия Капитоновича, что вы делаете? Просите извинения сейчас же. Я вам приказываю. Я... я не понимаю. О чем, собственно? Ну так вы учитесь прежде понимать, а потом и разговаривайте. Сергей Сергеевич, голубчик, ради бога, я на колени брошусь. Извините его. Ради меня. Извините его. Извините его. Благодарите, Харита Игнатьевна. Я вас прощаю. Только, милый мой, в другой раз разбирайте людей. Я ведь еду-еду не свищу. А на еду не спущу. Не возражайте. А то я с вами поссорюсь. Лариса, вели шампанского подать, пусть выпьют мировую. Юрий Капитонович, вам горячиться не следует. Извольте-ка пригласить Сергея Сергеевича на обед. Нам будет приятно с ним вместе. Да я и сам хотел. Сергей Сергеевич! Не угодно ли вам сегодня отобедать у меня? С удовольствием. Ох, погоди-погоди, дружок, будешь ты меня помнить. Ну что, Робинзон, отплатишь за услугу. Поедешь сегодня со мной на званный обед. Пошел. Господа, я счастлив сегодня. Я хочу предложить тост, господа. Харита Игна. Харита Игна. Ивана Бургонского. Господа, радостная новость. Я баллотируюсь в мировые судьи. У нас в Брехимове? Нет. О, такая глушь. А там, наверное, кандидатов меньше, глядишь, и выберут. Там кандидатов мало, там могут выложить. Сыр Бургонского. Бутылька-то бургонская, а в бутыльке киндербальзам какой-то. Киндербальзам. Не пройдет кидар в этой специи. Мама, останови его. Как остановить-то? Он немалолетний. Что за обед? Я не знала, куда деться. Да он и не видывал, как порядочные люди обедают. Ему еще кажется, что он удивил всех своей роскошью. Вот мне ни в чем не виновата. Стыдно, стыдно. Он так бы убежал куда-нибудь. А он как будто не замечает ничего. Он даже весел. Вот, сигары угощайте, пожалуйста. Чай дорогие. Рублей семь. Прошу. Не хочу я ваших сигар свои курю. Хорошие сигары. А хорошие так и курите сами. Прошу. Нет, для меня это очень дорого. Еще и забалуешься. Сэр Робинзон, вы курите. Странный вопрос. А чего вы не закуриваете? Если их закурить в приличном доме, то, пожалуй, перебьют. А я, как это по-русски, с детства к этому отвращение имею. Какой оригинал. Сразу видно, англичане. Прошу. Выпьем, Капитонович. С удовольствием. Здоровье дам. Здоровье дам. И ванны еще. Ведь он не глуп. Как же он не видит? Не глуп. Да самолюбив слишком. Я с этим добрым намерением на свете живу. Это цель моей жизни. Зачем они его подпаивают? Ну, а так просто. Позабавиться хотят. Что пил ты больше? Какое вино? Да ведь они меня терзают. А кому нужно, что ты терзаешься? Вот видишь, Лариса, еще ничего нет, а уже терзание. Что дальше-то будет? Я, господа, не ел ничего. Со мной первый раз в жизни такой случай. Приглашают обедать известных людей. Есть нечего. Он человек глупый, господа. Надо отдать ему справедливость. Он действительно глуп. И сам прежде всех напился. Да-да, мы его порядочно подстроили. Вот для таких случаев Робинзон-то и нужны. Так у вас это было задумано? Помилуй, Димокий Парменыч, пить эту микстуру, которую он вином-то увеличает, невозможно. А мой Робинзон, натура выдержанная на заграничных винах ярославского производства. По-моему, нипочем. Он сам пьет. Обязательно с хозяином. Тот и попался. Много ли человеку надо? Раз-два и дошел до восторга. Чаю, чаю. Иван! Я здесь! Иван! Это что развешано? Бутафорские вещи! Сэр! Осторожно! Он заряжен. Не бутафорские. Турецкие. Сергей Сергеевич! Пожалуйста, перестаньте издеваться над Юлей Капитоновичем. Вы меня обижаете. Как я смею, Лариса Дмитриевна? Неужели вы не забыли давешнюю ссору? Ну, хорошо. Хотите, я для вашего удовольствия разом покончу со всем этим? Да. Юль Капитонович! Что вам угодно? А не желаете ли со мной выпить брудершафт? Господин Вожеватов, наши готовы. На бульваре дожидаются. Ну, еще немного и скоро поедем. Хорошо. Иван, коньяк! Брыч, отцы! Брыч! Коньяк! О, нет. Только вот я рюмок-то не признаю. Велите подать стаканы. Иван, стаканы! А чего вы раньше молчали, что у вас коньяк есть? Сколько драгоценного... Потеяно. Зря. Вот сейчас Паратов его и прикончит. Я делаю по-другому все заново. Капитоныч. Капитоныч. Илья. Да, Сергей Сергеевич. А где гитара? Не захватил Сергей Сергеевич. Нужна гитара, Илья. Сейчас будет. Я хочу попросить Ларисы Дмитриевны спить нам что-нибудь и поедем отсюда. Не весела будет наша прогулка без Ларисы Дмитриевны. Вот если бы дорого можно заплатить за такое удовольствие. Я бы каждого матроса рублем отделил, если бы Лариса Дмитриевна на мою ласточку поехала. Я, признаться, сам все время об этом думаю. Да есть ли возможность? У нас ведь нет ничего невозможного, как говорят философы. А Робинзон, господа, лишний. Напьется он там до звериного опуса. Ну так а не брать его? Ну так и не брать его. Не брать и все. Не брать. Лариса Дмитриевна, осчастливьте нас, а. Ну спойте нам какой-нибудь романс или песенку. Я ведь вас целый год не слыхал, да вероятно и не услышу уж более. Позвольте и мне повторить ту же просьбу. Нет, нет, господа, нельзя. Лариса Дмитриевна не станет ведь. Ну ты-то, ты-то почем знаешь, что не станет. Извините, господа, я не расположена сегодня. Я не в голосе. Что-нибудь, что вам угодно. Уж клея говорю, что не станет. Так не станет. Ну, хотите, мы попросим вас как следует. Ну, хотите, на колени пойдем. Это я сейчас. Я человек гибкий. Нет, нет, господа, и не просите. Нельзя. Я запрещаю. Запрещайте, когда право будете иметь. А теперь еще погодите. Я положительно запрещаю. Вы запрещаете. Да. Я буду петь, господа. Браво. Браво. Что будете петь, барашня? Роман, запрещай. Слушаюсь. А напоследок я скажу. Прощай, любить не обязуйся. Я с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил, погибли не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, но погубил так неумело. Так напоследок я скажу. Работу малую висок еще вершит. Но пали руки и стайкою. Наискосок уходят запахи и звуки. А напоследок я скажу. Прощай, любить не обязуйся. С ума схожу и льва схожу. К высокой степени безумства. А напоследок я скажу. А напоследок я скажу. УДАР Лариса? Как я проклинал себя, когда вы пели? За что? Потерять такое сокровище, как вы? Кто же виноват? Я. Конечно же, я. И гораздо более, чем вы думаете. Зачем я бежал от вас? На что променял? Зачем же вы это сделали? Я потерял более, чем состояние Лариса. Но клянусь вам, еще несколько таких минут. Говорите. Еще несколько таких минут. Я брошу все расчеты, и уж никакая сила не вырвет вас у меня. Чего же вы хотите? Видеть вас. Слушать вас. Лариса. Лариса, завтра я уезжаю. Завтра? Молчите. Послушайте, мы теперь собираемся всей, всей компанией поехать на Ласточку. Лариса. Поедемте с нами, Лариса. На Ласточку? Да. А как же здесь? Что такое здесь, Лариса? Разговоры с теткой Карандышева о соленых грибах. Поедемте. Когда же ехать? Сейчас. Сейчас? Сейчас или никогда? Едемте. Вы решились? Да. Куда вам угодно. Господа! Господа! Я предлагаю тост за Ларису Дмитриевну. Вот вы сейчас все, господа, восхищались талантом Ларисы Дмитриевны. Спасибо. Но главный, главный талант моей невесты, это то, господа, это то, господа, что она умеет ценить и выбирать людей. Нет, вынырнет, выучил. Она умеет отличить золото от мячурок. Она искала себе человека, спасибо, не присящего, но достойного. И вы. Была. Тебя. Да. Браво, 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 браво. Я имею все основания гордиться. Господа. Ну? Она едет. О! Я горжусь, господа. Она предпочла меня всем. Браво. Браво. Я хочу публично поблагодарить Ларису Дмитриевну за удовольствие этого предпочтения. Браво. 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 Лариса Дмитриевна. Тихо, 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 тихо. Юлия Капитоновича. Ну? Я сам пью. И предлагаю всем выпить здоровья на ей весты. Ура. 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 Господа, у меня есть еще один тост. Я предлагаю выпить за счастливейшего из смертных. За тебя, Юлия. За вас. У тебя еще вино есть такое? Да. Вот это. Есть? Да. Принеси, пожалуйста. Иван! Сейчас я принесу. Робинзон, слушай, ты чего ревешь? Пела божественно. Что с тобой? Ты пьяный совсем, что ли? Ну-ка, помоги принести вина ему. Только возвращайся нескоро. Ага. О, не, хватит с тебя отравы этой. Господа, немедленно уходим через калитку. Не дождавшись тоста? Как лучше уходим. Хорошо. Ну, хорошенького понемножку. Бориса Дмитриевна, мы ждем вас. Прощай, мама. Куда ты? Что ты? Или тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге. Господь тебе, Лариса, опомнится. Видно, ты бы не уйдешь. Лариса, с ума сошла. Остановись. Вот до чего дошла. Лариса, ты слышишь? Лариса, останови. О, Господи. Держать мне тебя, что ли? Да подержитесь уже. А куда же вы? Господа, вот и я. Где вы? Вы, тетенька, не видели ли мои невесты? И вам? А куда девались господа и Лариса Дмитриевна? Надо полагать, они же уехали на ласточку. Как на ласточку? А там Василий Данилович вроде как бы дает банкет в честь покупки парохода. Как пароход? А там и цыгане, и музыка с ними. В общем, все как надо. Как цыгане, как Лариса Дмитриевна. Лариса Дмитриевна. Лариса Дмитриевна. ПЕСНЯ 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 Я к вам привезла дочь, Юлия Капитоновича. Вы мне скажите, где моя дочь. Вы все сговорились. Как это безчеловеки, как это жестоко. Рано было торжествовать-то. Да, это смешно. Я смешной, человек. Я смешон. Ну разве можно казнить человека за то, что он смешон? Ну я смешон. Ну так смейтесь! Смейтесь мне в лицо! Смейтесь! Ешьте, пейте мое вино! Ну разрывать грудь у смешного человека. Да что ты полная, есть над чем убиваться! Ведь все это не разбойники. Это все благородные люди. Это все ваши приятия. Я ничего не знаю. Приятия. Не знаю. Не знаю. Вы все одна шайка! Но учтите, и кроткого человека можно довести до беженства. Что он взял? Пистолет. Для меня нет ни страха, ни закона! Стойте! Стойте! Юли, беги! Беги за ним! Да кричи, чтобы остановили! Стойте! Остановите! Играйте! Играйте! Вот отправлю ласточку с первыми пассажирами, угощайтесь, Мой Кипарменович, угощайтесь. И в Париж, на выставку. Да, ох, люблю я за границу. Я сегодня, господа, я сегодня, господа, испытываю странные чувства. Я на ласточке первый раз как гость. Ну что, капитан, выпьем, но ведь с тобой всю Волгу прошли вдоль и поперёк. Спасибо тебе. Ну что, Илюша, нашу. Гаврила, команде ящик вина. Дай, Серёжа, гитару. Жизнь коротка, как говорят философы. Надо ею пользоваться. Никогда ещё не был так голоден, как после этого званого обеда. Чего вспоминать? Дел прошлое. Мохнатый шмель, на душистый хмель, Цапля серая в камыши. А цыганская дочь, за любимым в ночь, По родству бродяжьей души. Так вперёд, за цыганской звездой кочевой, На закат, где дрожат паруса, И глаза глядят с бесприютной тоской Погравеющие небеса. И вдвоём по тропе, навстречу судьбе, Не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, Хоть на край земли, хоть за край. Так вперёд, за цыганской звездой кочевой, На свидание с зарёй на восток, Где тиха и нежна, розовеет волна, На рассветный ползая весон. Так вперёд, за цыганской звездой кочевой, Погравеющих южных широт, Где сверепая пуля, как божья светла, Авианскую пыль не трёт. Дождь её, за цыганской звездой, Сеча и нежной гостиной, На закат, где дрожат паруса, И глаза глядят с бесприютной тоской, И глаза глядят с южной, За цыганской звездой кочевой, Погравеющие небеса! Голландия Кем sendo в те, Видео и нежна, ИGuрии, нашей сверке Поэтому покажucken, Когда за цыганской звездой по ultra тоской обостров Chemical lifting. После покажут человеческой волна, Скажи эту, Лариса Дмитриевна, Лариса Дмитриевна, вы вашите компанию? Станцуете? Да уж, пожалуйста, просим вас. Неловко мне, Мухи Бармёнович. Не откажите, Лариса Дмитриевна. Вас все просят. Мухи Бармёнович. 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 Поехали. Поехали. Лариса, Дмитриевна, вам надо бы наехать домой. Я не поеду домой. Оставаться здесь вам тоже нет никакой возможности? Нет, Сергей Сергеевич, вы мне фраз не говорите. Вы мне только скажите, жена я вам теперь или нет. Лариса, Дмитриевна, вам нужно ехать. Подумайте, какую пищу вы дадите для разговоров. Да какое мне дело для разговоров? Вы меня сюда привезли, вы меня должны отвезти домой. Маменька вас уверена, она только ждет на что благословить. Но, Лариса, я думаю, едва ли вы имеете право требовать этого. Вы же сами мне сказали, брось все, я твой. Я вам поверила? Мы, может быть, об этом после поговорим? Нет, сейчас. Вы требуете? Да, требую. Извольте. Послушайте. Вы допускаете, что человек, скованный по рукам и ногам цепями, может так поддаться чувству, что забудет обо всем на свете, забудет о жизни, которая гнетет его, забудет о цепях, которые его сковывают. Но потом наступает прозрение, и холодный рассудок говорит о том, что эти цепи разорвать невозможно. Вы женаты? Нет. Но другие цепи не помеха. С вами я разделю любую нож. Я обручен, Лариса. Нет. Вот эти цепи, которые сковывают меня на всю жизнь. Что же вы раньше молчали? Это же безбожно. Безбожно. Я видел только вас. И не мог ни о чем думать больше. Поверьте, Лариса, я говорю вам правду. Лариса. Довольно. Выслушайте меня. Нет. Довольно. Пойдите. Я сама об себе подумаю. Пойдите. 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 КОНЕЦ Я все думаю о Ларисе Дмитриевне. Наше дело сторона, мы не виноваты. Мне кажется, она теперь находится в таком положении, что нам, близким людям, не только позволительно, но мы даже обязаны принять участие в ее судьбе. То есть, представляется удобный случай, и, скажем так, взять ее с собой в Париж? Да, пожалуй, если угодно. В чем же дело? Кто мешает? Вы мне мешаете, а я вам. Может быть, вы не боитесь соперничества? Я тоже не очень боюсь. А все-таки неловко, беспокойно. Гораздо лучше, когда поле чисто. О-о-о! Отступного-то я не возьму. Ну-на-на! Зачем отступное? Можно иначе как-нибудь. Орел-решка пойдет? Орел-решка. Если скажу, Орел, то проиграю. Орел, конечно, вы. Решка! Ваши дела. Вам с Ларисой в Париж ехать. Но я тоже не в убытке. Расходов меньше. Только, Василий Данилович, давший слово, держись, а не давший, крепись. Вы купец. Вы должны понимать, что значит слово. Обижайте, Майки Парменыч, обижайте. Я-то знаю, что такое слово купеческое. Продолжение следует... ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я погибаю. Лариса, головушка, ничего не поделаешь. Мы с тобой с детства почти родные. Что мне делать? Помоги. Лариса, я рад бы, но я ничего не могу. Да я ничего не требую. Пожалей только. Не могу, Лариса, не могу. У тебя тоже цепи. Хуже. Кандалы. Какие? Слово честное. Купеческое. ПОЛОДИСМЕНТЫ Мариса Дмитриевна, выслушайте меня и не обижайтесь. У меня и в помышлении нет вас обидеть, я только желаю вам добра и счастья, чего вы вполне заслуживаете. Не угодно ли вам ехать со мной в Париж на выставку и полное обеспечение на всю жизнь? Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Есть границы, за которые осуждения не переходят. Я могу предложить вам такое драматное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать. Я бы ни на одну минуту не задумался предложить вам руку, но я женат. Подумайте, если вам будет угодно благосклонно принять мое предложение, известите меня. Для меня невозможного мало. 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 Продолжение следует... 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 Зачем вы здесь? Я здесь, чтобы отомстить за нанесенное вам оскорбление. Самое тяжкое оскорбление для меня, это ваше покровительство. Вот как! Кнуров с Выживатого мечут жребий, кому вы достанетесь. Играют в орлянку! И это не оскорбительно. Они смотрят на вас, как на вещи. Я вещь. Наконец-то слово для меня найдено. Я вещь, я не человек. Уходите. Каждая вещь должна иметь своего хозяина. Да. Я пойду к Нурову. Я ваш хозяин! Нет! Я слишком дорога для вас! Уж если быть вещью, то очень дорогой! нет! 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 Я ваш хозяин! Я вас хозяин! Я беру вас! Оставьте! Оставьте меня, оставьте! Как вы мне противные! Вы моя, 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 что вы, опомнитесь, опомнитесь, сверлитесь. Я вам прощаю, я все прощаю, я прощаю вам все. Только я от себя не прощаю. Умоляю вас, умоляю не уходить, вы можете сделать меня счастливой. Умоляю вас, я готов на всякую жертву, я готов терпеть всякое унижение. Вы слишком ничтожны для меня. Умоляю, чем мне заслужить вашу любовь? Я люблю вас, я люблю вас. Лжете, я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Я не нашла любви, так буду искать золото. Спасите, я ваше быть не могу. Я люблю вас, я люблю вас. Остановитесь, не раскачайтесь. Вы должны быть моею. Никогда. Ну так не доставайся же ты никому. А-а-а! 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 А-а-а!